С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 21 декабря и сразу о родившихся в этот день. В 1639 году в этот мир приходит Жан-Баптист Рассин, французский драматург, поэт, представитель классицизма. Сыграл решающую роль в развитии и становлении жанра трагедии, где основным конфликтом, а без конфликта, как вы понимаете, в театре нельзя, является столкновение разумного начала в человеке со стихийной страстью. Вершина творчества – трагедия Федра. Невероятный внутренний мир, женщины, изжигающая ее безумная роковая, но преступная страсть. 1773 год. В этот мир приходит Роберт Броун, шотландский ботаник, открывший беспорядочное движение мельчайших частиц в жидкости или газе под влиянием ударов молекул окружающей среды, которое, естественно, получило название Броуновское движение. 1896 год. День рождения Константина Рокоссовского, маршала Советского Союза, человека, который был призван на войну прямо из лагеря для врагов народа. В армии с 1914 участник Первой мировой, в Красной армии с 1918-го. В годы Великой Отечественной командовал 9-м механизированным корпусом, затем войсками ряда фронтов. Москва, Сталинград, Курская Дуга, Багратион, Берлин. Участвовал в Смоленском сражении, битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 1925 год. День рождения, популярнейшей советской и российской актрисы Ольги Аросевой, народной артистки РСФСР. Ну а теперь о событиях этого дня. 1192 год. Английский король Ричард I, который «Львиное сердце», прозванный так за рвение отвагу, с которыми он сражался в крестовых походах, возвращаясь на родину после двух попыток отвоевать Иерусалим у неверных, был пленен давнишним своим врагом герцогом Леопольдом Австрийским. Герцог передает его императору Священной Римской империи Генриху VI, который запросил за освобождение пленника огромную сумму по тем временам – 150 тысяч марок, да еще и серебром. Чтобы ее собрать, королю Ричарду понадобилось почти два года. Его вассалам пришлось расстаться с четвертью своего движимого имущества. Возвращение короля на родину 13 марта 1194 года было триумфальным. Но уже в мае он снова отправился воевать на континент. 1610 год. Под Калугой, в отместку за утопление по его приказу правителя Касимовского ханства, урас Магомета своими охранниками-татарами был убит, едва не ставший русским царем, Лжедмитрий II. Он бежал в Калугу из подмосковного Тушино, где располагался его огромный разбойничий лагерь, почти два года осаждавший Москву. Лжедмитрий II выдавал себя за чудом спасшегося во время московского восстания 1606 года другого самозванца, Лжедмитрия I, который, в свою очередь, выдавал себя за чудом спасшегося от смерти Вуглича уже в 1591 году, царевича Дмитрия. 1899 год. Выходит первый номер журнала «Огонек», как еженедельная иллюстрированное литературно-художественное приложение газете «Биржевые ведомости», которую выпускал в Петербурге крупный издатель «Проппер». С 1902 года «Огонек» стал самостоятельным, самым дешевым и очень популярным журналом с тиражом 120 тысяч экземпляров. Примерно одну треть журнала уже в те годы занимали фоторепортажи, и это было очень важно. Журналом сотрудничали лучшие фотографы, писатели, поэты, репортеры и филитонисты. 1914 год. В России вводится в действие положение об организации эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Это первое в мире подразделение тяжелых бомбардировщиков. Боевое крещение эскадра получает в феврале 2015 года. В 1937 в Голливуде премьера первого полнометражного мультипликационного фильма студии Олта Диснея «Белоснежка и семь гномов» с полностью озвученной анимацией. Фильм стоил два тех миллиона, почти подвиг, если вспомнить о тяжелом экономическом положении страны. Именно с этого фильма возникло понятие саундтрек, которым мы в основном стали пользоваться в перестройку и чуть-чуть позже. 1940 год. Комитет обороны при Совнаркоме СССР принимает постановление о принятии на вооружение Советской Армии пистолета-пулемета системы Шпагина образца 1941 года. При высоких эксплуатационных параметрах вес без магазина 3,6 килограмма, длина 842 миллиметра, скорострельность до 900 выстрелов в минуту. Емкость дискового магазина 71 патрон. ППШ, как его сразу стали называть в народе, отличался невероятной технологичностью. Всего за военные годы было выпущено почти 5,5 миллионов, вклад которых в победу переценить невозможно. 1958 год. Франция Шарль де Голь одержал победу на выборах и вновь уже во второй раз возглавил страну. Теперь уже в качестве первого президента Пятой Республики, которой был присвоен этот номер именно потому, что она стала жить по новой, де Голем же и разработанной Конституции. Герой-вождь сопротивления, глава Временного правительства в 44-46 годах, за пять лет до этого дня объявил, что устал от политики и не желает более ничего о ней слышать. Однако, когда алжирское восстание поставило под угрозу сам статус Франции как великой державы, соотечественники вспомнили о своем единственном харизматическом лидере и призвали его, как сказали бы у нас, на царство. Тот согласился, предоставил алжиру независимость на выигрышных для его отечества экономических условиях. Но вот после студенческой революции, которую еще иногда называют сексуальной, 1968-69 годов, президент отрекся от власти и вскоре скончался. 1988-й совершает свой первый полет Ан-225 «Мрия» – самый мощный, тяжелый и грузоподъемный самолет в мире. Его разработали в киевском КБ имени Антонова. Изначально в СССР планировалось использовать Ант-225 в качестве авиационной транспортной системы для обслуживания проекта многоразового космического корабля «Буран». Грузовая кабина Ант-225 имеет длину 43 метра, ширину 6,4 метра и высоту 4,4. Над ней располагается кабина для экипажа в составе 6 человек и помещение для 88 человек, которые сопровождают груз. Система управления имеют четырехкратное дублирование. Самолет может транспортировать оборудование различных габаритов, как помещенное в грузовую кабину, так и крепящиеся снаружи фюзеляжа, что по тем временам тоже фантастика. На счету самолета 240 мировых рекордов, что является беспрецедентным случаем в истории авиации. «Мрия» – рекордсмен по весу перевозимого груза коммерческого – 247 тонн, моногруза – 187,6 тонны и абсолютный рекорд грузоподъемности – почти 254 тонны. 10 июня 2010 года был перевезен самый длинномерный груз в истории воздушных транспортировок – две лопасти ветряка длиной более 42 метров каждая. Ну и еще об одном событии. 21 декабря – день рождения Иосифа Сталина. В 1949 году при его жизни отмечается и пышно отмечается, естественно, 70-летие вождя. В юбилейном докладе директора института Маркса Энгриса Ленина Сталина Петр Поспелов впервые называет Иосифа Виссарионовича величайшим полководцем всех времен и народов. К этому времени Сталин имел следующие титулы – великий вождь, вождь мирового пролетариата, вождь передового и прогрессивного человечества, вождь всех народов, отец и учитель народов, великий кормчий, организатор всех наших побед, верный ученик-соратник Ленина и продолжатель его дела, Ленин сегодня, верный марксист, классик марксизма, гениальный марксист, почетный академик, творец сталинской конституции, великий интернационалист, знаменосец коммунизма, гений человечества, величайший гений всех времен и народов, лучший друг советских врачей, железнодорожников, учителей, механизаторов, колхозников, детей, физкультурников, лыжников, ну и так далее. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин